Добрый день всем, кто меня ждал на моем канале. Спасибо вам, что остались со мной. Всем, кто писал и скучал по моим гороскопам. Теперь вы сможете смотреть мои гороскопы также в ТикТоке. Там канал новый, и у меня пока там нет подписчиков. Они, конечно же, нужны для развития канала. Поэтому приглашаю вас всех подписаться на мой канал в ТикТоке. Ссылку я оставлю под этим видео. Там мы с вами сможем чаще общаться и позже проводить онлайн-расклады, Таро-расклады. И вы сможете там задать свои вопросы. И, конечно, получить ответ на ваши вопросы прямо во время эфира. Итак, дорогие близнецы, наконец-то мы дошли до вашего знака Зодиака. Это гороскоп для вас на июль 2023 года. Постараюсь быть предельно краткой. Июль будет важным месяцем для вас. На протяжении этого месяца важными темами для вас будут коллективы, общественная жизнь, какие-то онлайн-проекты, друзья, деньги, которые вы зарабатываете, то, что вам принадлежит, ценности, и долги, кредиты, бизнес, кризисы, ваши интимные партнёры. И тема третьего дома – это близкое окружение, документы, обучение, поездки, транспорт. И ещё в этом месяце для вас важными также будет ваша семья и недвижимость. Давайте по порядку. Начинается месяц полнолуния 3 июля в вашем восьмом доме. Это чужие деньги, деньги, которые вы не заработали, деньги родителей, детей, супруга. Это кризисы, наследство. Помимо этого вы обратите сразу же внимание на тот круг общения, который вас окружает. Особенно на ваших сексуальных партнёров. И здесь вы будете разбираться, всё ли вас устраивает, нужны ли вам эти отношения, не хотите ли вы от них избавиться или же наоборот, перевести эти отношения уже на новый уровень и стать ещё ближе. А ещё могут решиться какие-то дела с чужими деньгами. Например, вы можете выплатить кредит, отдать или получить долг, получить страховку, получить алименты, оформить их, получить какое-то пособие. Может, станет понятнее ситуация с зарплатой вашего супруга или ваших родителей. Кого-то будут увольнять, кому-то будут повышать эту зарплату. Но сейчас вы определитесь, вы будете понимать, что вам следует ожидать. Ну а также в этот период вы можете совершить какую-то крупную покупку. И возможно, что вам придётся даже брать для этого кредит. Кто-то из вас будет озабочен тем, чтобы создать пассивный доход, вложить куда-то ваши деньги, инвестировать их. Кто-то будет заниматься уплатой налогов, оформлением страховок, алиментов, завещаний, наследства. Ну а те, кому повезёт, вам могут предложить финансовую помощь для того, чтобы вы развивали свои творчества, творческие проекты или какой-то бизнес, особенно в онлайн-сфере. А вообще из вашей жизни может уйти что-то не очень приятное. Произойдёт такое какое-то символическое очищение вас. Ну и какой-то важный вопрос, который уже назрел, который уже нельзя откладывать, например, отношения с вашими интимными партнёрами. Или ваш бизнес, ваши кредиты, ваш кризис в жизни. Вот эти темы, они потребуют вашего пристального внимания и решений. Но ещё это может быть расставание. Расставание с человеком, с которым у вас была любовная связь. Такое тоже может произойти. 9 июля планета Меркурий. Это ваша планета, ваш управитель, будет находиться в благоприятном аспекте с Нептуном. И это затронет ваш второй дом денег и десятый дом гороскопа. Это карьера и статус. И вот в этот период, дорогие близнецы, будьте очень внимательны, поскольку вас легко можно будет обмануть, легко манипулировать, например, с помощью лести, говорить вам красивые слова. То есть будьте внимательны к тому, что вам говорят окружающие люди. И подумайте хорошо, прежде чем вы поверите им, чего же на самом деле они хотят от вас добиться. Также в это время у вас усилится интуиция. И, скорее всего, что вы быстро поймёте, зачем они это делают. Марс 10 июля переходит в ваш четвёртый дом семьи и дома. И, конечно же, многим из вас, дорогие близнецы, предстоит много работы по дому. Предстоит, можно сказать, засучить рукава. Возможно, где-то у вас есть какие-то поломки в доме, течёт кран или нужно сменить какую-то мебель, переделать что-то дома. А может, и вообще нужно начать ремонт, потому что уже тянуть больше нельзя. Кто-то поймёт, что просто нужно строить новый дом, а старый уже не подлежит никакому ремонту. И многие из вас поймут, что своих сбережений, возможно, вам и не хватит, что придётся влезать в долги или идти в банк и просить кредит. Кто-то примет решение о том, что он будет покупать недвижимость или покупать какую-то землю. И тогда полнолуние в вашем доме финансов говорит о том, что вам этот кредит одобрят, вам оформят эту ипотеку, ну а кто-то просто будет занят в этот период переездом. Ну а также будут вот такие близнецы, кто будет работать в это время из дома этим летом, и вам будет не совсем комфортно, так как будут возникать конфликты в вашей семье или ссор с вашими домочадцами. Марс – планета очень агрессивная, поэтому вас самих всё может раздражать. Кто-то, может быть, даже может развестись в этот период, разъехаться, разругаться с мамой или с мужем, или же с вашей женой. Марс в вашем четвёртом доме будет находиться полтора месяца, поэтому будьте очень осторожны, конечно же, Марс может принести и травмы, и вам, и вашим близким, и какие-то воспалительные заболевания, высокую температуру, а также пожары и проблемы с газом. Особенно будьте осторожны в период с 17 по 25 июля, когда Марс будет конфликтовать с Сатурном, и вы можете получить или переломы, например, при падении, или ожоги. В этот же день Меркурий будет конфликтовать с Плутоном. На вашей оси денег, на финансовой оси. И вот в этот день или дни вблизи не исключено, что вы будете стараться договориться, чтобы избавиться от каких-то кредитов или долгов. 11 июля Меркурий, ваш управитель, переходит в ваш третий дом. Это обучение, документы, короткие поездки, транспорт, братья, сёстры. И он принесёт много дел и много суеты. Но это ваш всё-таки управитель, и это ваша энергия, и вы к ней привыкли. Это могут быть и новости, и оформление каких-то документов, поездки, обучения. Кто-то будет договариваться о чём-то, покупать что-то, продавать. И очень много разговоров и общения, встреч с вашими родственниками, переписки, звонки. Особенно начиная с 23 июля, когда сюда ещё войдёт и солнце. 14 июля солнце будет находиться в очень хорошем аспекте, к планете Уран. И они затронут ваш второй дом денег и 12 дом прошлого. Дом одиночества. Это очень хорошая дата и хороший момент для того, чтобы избавиться от каких-то своих страхов, от каких-то сомнений, нерешительности, и начать, наконец-то, показывать себя, рекламировать себя, свои идеи, особенно в интернете. Не стесняйтесь. И 17 июля произойдёт очень важное астрологическое событие, которое окажет влияние на нас и на весь мир в целом до января 2025 года. Всё потому, что ось кармических лунных узлов, это вектор судьбы в нашем гороскопе, перейдёт в знаки Овин и Весы, на ось вашего 11 и 5 домов гороскопа. И, конечно же, эта ось на полтора года включит для вас тему развития вашего творчества, ваших детей где-то в каком-то онлайн-пространстве. Успех придёт всем близнецам, кто сможет, опираясь, во-первых, на свою харизму, на свои таланты, умения, объединить вокруг себя друзей, каких-то единомышленников и создать сплочённую свою команду. И потом создать успешный бизнес в интернете. И если у вас действительно, возможно, уже есть какой-то бизнес в интернете, какой-то проект, который вы ведёте, то вот вы имеете все шансы сделать его ещё больше, масштабировать в ближайшие полтора года. Кто-то из вас, дорогие близнецы, в эти полтора года может принять очень важное решение для себя насчёт приёмных детей, чужих детей. Например, вы вступаете в брак, а у вашей половинки уже есть дети от предыдущего брака, которые тоже требуют какого-то вашего участия, внимания, принятия. Или же некоторые из вас могут решить усыновить ребёнка, взять его из детского дома. Кто-то будет занят общественно-политической работой, будет объединять вокруг себя друзей, людей, которые будут думать так, как вы, будут понимать вас с полуслова. Ну а также друзья и команда, они выйдут на первый план вашей жизни. И важность их, важность этого сплочения этих друзей и этих людей вы начнёте понимать уже начиная с июля. 17 июля происходит новолуние в вашем втором доме гороскопа. Это дом денег, который вы зарабатываете сами. И новолуние – это всегда что-то новое. Новая энергия, которая проявит что-то новое в нашей жизни. На этот раз оно вам принесёт обязательно новости, новые возможности и вопросы, которые связаны с вашим доходом. Для кого-то это будет предложение о работе или же о какой-то подработке. Кто-то в течение месяца сделает крупную ценную покупку. Ну а кто-то решит, что нужно как-то по-другому распоряжаться своими деньгами, своим доходом. Кто-то начнёт хранить свои сбережения, возможно, в нескольких валютах, чтобы подстраховаться, и это правильно. Ну а кто-то просто начнёт ценить себя больше и требовать это от окружающих. И последнее, дорогие близнецы, вам очень важно понять в этот период, что чем больше вы себя цените, тем больше денег будет приходить в вашу жизнь. Некоторые из вас, возможно, захотят приобрести новый автомобиль, новый транспорт, и это очень хорошо сделать до 23 июля. Либо же, если вы не успеваете, то делайте это уже после 4 сентября. Так как Венера в ближайшие два месяца будет находиться в вашем третьем доме транспорта, который отвечает именно за транспорт, за короткие поездки. Поэтому вот это будет её период ретроградного движения. Это означает, что, скорее всего, вы, если приобретёте транспорт в этот период, потом пожалеете об этой покупке. 22 июля Солнце будет в конфликте с Плутоном, а это значит, что активизируется борьба за власть или же борьба против власти. И это очень опасные дни, поэтому в это время избегайте, избегайте толпы, избегайте столкновения с людьми, которые ведут себя неадекватно, ведут себя агрессивно. Ну а также лучше избегайте столкновения с представителями власти и государственных органов. И ни в коем случае не нарушайте закон. Этот конфликт затронет ваш второй и восьмой дом гороскопа. Это, опять же, ось денег. Ваши деньги и чужие деньги. Поэтому вам могут положить и штраф, и вообще могут напомнить в этот период о вашем долге, о неоплаченных штрафах или каких-то кредитах. 23 июля солнце перейдет в ваш третий дом. Это ваш дом, это сектор общения, документов, техники, обучения нашего окружения. И у вас в июле очень активен этот дом. Возможно, что у вас появятся новые знакомства, новые контакты, вы познакомитесь с кем-то, будут много поездок, даже переезды у кого-то. И могут появляться новые соседи. А кто-то будет оформлять и подписывать какие-то важные документы. В этот же день Венера, которая символизирует любовь, отношения, деньги, разворачивает свое ретроградное движение в этом же третьем доме до сентября. И многие из вас задумывают о том, как же улучшить ваши отношения. Например, возможно, стоит помириться с тем, с кем вы были в ссоре. Люди, с которыми ваши отношения когда-то прекратились по независимым от вас причинам, то эти люди вновь могут на протяжении ретроградного периода Венеры вернуться в вашу жизнь и стараться каким-то образом начать с вами общаться. Также в этот период вы можете встречать людей, с которыми вы когда-то вместе учились, были членами одной команды. Может быть, вы вместе работали или чем-то вместе занимались. Ну и, конечно же, бывшие возлюбленные, бывшие партнеры тоже напомнят о себе в этот период. Но на этом когда-то ваши пути могли разойтись с этими людьми, а теперь вы вновь можете их встретить и получить от них какие-то важные новости, важную информацию. И, конечно, третий дом – это еще и наш транспорт, поэтому многим из вас захочется поменять свой транспорт, свой мобильный телефон, свой компьютер на более что-то новое. Но поскольку Венера ретроградит в знаке Лев, а Лев – это что-то яркое, что-то дорогое, то вам тоже захочется чего-то дорогого, роскошного, захочется пустить пыль в глаза. Но я уже говорила, или вы совершаете эти покупки до 23 июля, или уже ждите до сентября. 28 июля ваша планета Меркурий перейдет в ваш четвертый дом недвижимости, семьи, и тогда вы уже будете больше общаться на тему вашего дома, родни, недвижимости, собирать какие-то документы, заниматься переездами, продажей недвижимости, покупкой, арендой. Ну и могут быть, как всегда, поездки к родственникам, или они будут приезжать к вам. Но об этом мы с вами поговорим уже в гороскопах на август. Вот такой месяц ожидает вас. Удачи и до встречи на моем канале! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова